Итак, уважаемые сотрудники ОАО Средневековой династии, начинаем наше совещание. И первонаперво я хочу представить вам двух новых сотрудниц. Двух новых сотрудниц, которые у нас будут работать в амбаре. Прошу любить и жаловать, не обижать, всячески помогать. Вопрос заседания первый. Почему у нас до сих пор не вспаханы поля? Вопрос тебе, я Рамира. Почему до сих пор у нас не посажен лен? Я не успеваю, у меня нет удобрений. Хорошо, удобрения. Кто у нас делает удобрения? Кто делает? Алиберто, ты занимаешься удобрением. В чем проблема? Мне некогда. Я одна не справляюсь. Хорошо, хорошо. Значит, дадим тебе в помощь другого сотрудника, который сейчас... Амелия, ты будешь ей помогать. Все все поняли? Так, по рабочим местам. Да, кстати, надо будет помочь. Помочь, помочь, помочь. В амбаре у нас работает два земледельца и два работника амбара. Вот, пускай они занимаются удобрениями. Доброго времени суток. Это Soul Games. Продолжаем прохождение Медиал Дайности. Все пошли по рабочим местам. Народу достаточно. Поселение растет. Поселение уже имеет статус села. Села это уже не деревенька, это уже село, это уже ближе к городу. А вот, сейчас нужно посмотреть, что у нас с полями. Потому что я запланировал производство. Вот так вот. Вот так вот. Пшеницу они уже посадили. То есть пшеница, на выходе из нее получается зерно пшеницы и солома. Солома нужна для приготовления корма. Потому что в будущем будут свиньи, куры, лошади. Вот. И чтобы к этому делу подготовиться, нужно для начала завестись кормом. Поле с луком вспахано, но неудобрено. Неудобрено, почему? Потому что были проблемы с удобрениями. Удобрения я делал из гнили. Ну вот, такие вот дела. Гнили было вам маловато. Когда будет развито животноводство, соответственно, тогда удобрение будет делаться из-за навоза. А в данный момент у нас поспела капуста. Идет сбор усиленный. Сбор лука. Получается, что свеклы у нас в этом сезоне не было. Льна не было, о чем было озвучено ранее. То есть, получается, были проблемы с удобрением. И пшеница. Но это будет уже к осени. Это будет к осени. Я построил временно два дома. Для двух поселенок. Времяночки. Просто я не знаю, куда еще поставить. Как дальше планировать грамотно поселение. Вероятно, где-то они будут вот здесь. Два дома стоять. А здесь внутри производственный участок. Сельское хозяйство. Животноводство. И тому подобное. И, 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 и. И у нас есть история Алвина. Продолжение сюжетной линии. Вероятно, я этим делом сейчас и займусь. Так, у меня нет стрел, да? Нет болтов. С едой нормально. С водой нормально. Все хорошо. Все относительно хорошо. Идем. Идем тогда к Алвину. Где наш друг Алвин? Разработчики добавили... А что они добавили? Они добавили пугала. Пугала будет стоять до 3 ноября. Да, то есть в честь праздника Хэллоуин. Это их не праздник, это не наш праздник. Но, тем не менее, эти пугалы имеют очень хороший лут. В основном это железные инструменты. Попадаются одежда, семена. Я все свои семена как раз в этих пугалах и взял. Кстати, я могу взять еще двое, еще троих мужчин можно взять, да? Поскольку есть два домика с женщинами, поселенками. Болемир, Болемир, возраст 21. Кто ты из себя представляешь? Ты, в принципе, неплохой работник. Ты неплохой работник. А ты? Ты тоже неплохой. Вот этих вас двоих вполне можно взять. Только вы у меня будете без работы болтаться. Сколько тебе лет? 18. Вот я тебя возьму. Я тебя возьму. Болемир Нистандра. И оттуда нить имена берут. Ну и, в принципе, тебя, Болемир, 21. Можно тоже взять. Пока будешь безработный, я пока, честно говоря, даже не знаю, куда тебя ставить. Но, вопрос в том, Вопрос в том, что много женщин Будет декретить, да, скажем так, И, соответственно, покидает на время беременности Свои рабочие места. Вот вы как раз будете их замещать. Так, тебя, тебя нужно поселить куда-то вот в дом. Пока я вас расселю. А с рабочими местами определимся позже. Кстати, я еще одного могу взять. Да, потому что рабочих мест у меня просто-напросто для вас пока нет. А нет. Да, у нас все заняты. В принципе, в принципе, вы вдвое можете пойти в охотничий домик. Да, управление назначением. И как раз, чтобы вы не болтались без дела, Я вас поставлю в охотники. Да, в аккурат. Болемир, будешь охотником. У вас охота хорошо развита, вот вперед с песней. И на данный момент, на данный момент у нас все рабочие места заняты. Заняты, да. А что у нас делает охотник? Чем можно воспользоваться в таком случае? Они добывают мясо, кожа. Мясо, естественно, на еду. Кожа у нас идет на изготовление мешков, Который потом можно будет продать, мешки для посева. Мех работает, перо работает. Перо, в принципе, неплохо стоит на рынке. И самое интересное, что небольшой вес при достаточном количестве. Ну и цена неплохая. В принципе, можем мясо немножко сократить до 30, да? До 30 единиц. И увеличить до 40 сбор пера. Перьев. Вот как-то так. И вперед, вперед, продолжение квеста с Салвином. Так, кстати, сколько у нас козы? Козленок стоит 1400, в принципе, по-божески. Еще одного мужчину можно будет взять. Так, по пути я хочу найти там поле. У меня было где-то одно. Которое без дела у меня. Без дела болтается. И оно находится в поле-поля, поле-поля, поле-поле один. Это морковь. Вот оно пустое. А, так оно находится рядом с Гастовией. Это, по-моему, самое-самое первое поле, которое в самом начале я построил. Орудил, скажем так. Так, наверное, лучше взять лук. Весной этого года, 10-го года существования, я построил, ой, построил. Я срубил прямо в самой деревне дерево. Оставил пенек. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, через сколько действительно оно вырастает. Ничего, давай бегом домой. Давай тогда работай. Так, на чём я остановился? А, я хочу найти поле, которое мне мешается, которое ненужное. Вот этот мой склад, который стоит вообще далеки от деревни. Я сюда прихожу для сбора брёвен. У меня тут лесоповал небольшой. Ну, пока с брёвнами проблем нет. Единственное, что нужно посмотреть, в каком оно техническом состоянии. Да, в принципе, всё нормально. Всё нормально, всё хорошо. Всё, стой дальше. Стой дальше. В принципе, неплохо было бы по пути найти бандитов. Найти бандитов. Разнообразить рацион, да? Поскольку у них в основном лут состоит из еды. Вот. Кстати, кому интересно, кому интересно и кто ещё не нашёл этот клад, я сейчас не поленюсь и покажу, где он находится. А, клад монет на островке. Вот этот островок находится рядом, самый близкий к Гастовии. Между Гастовией и Деникай проходит речка. И вот если идти по речке, прямо упираешься на этот островок. Так вот, если посмотреть на этот островок, самое большое дерево, самое большое дерево, и под этим самым большим деревом, таит лопата. Оп, она в землю. И грудка, груда камней. Вот в этих грудах камней и находится заветный кошелёк, в котором лежит 3000 монет. Так, стоп-машина. Стоп-машина. А, он опять тут лежит? Ну вот, 150 монет. Вот как раз я ради примера и показал. И железная лопата. Где он находится? Но самое интересное, что я сюда заходил в самом начале игры, и здесь лежало 3000 монет. Прошло, я не засекал сколько. Может быть год прошёл. Здесь опять кто-то припрятал. Я не знал об этом. Честно, я об этом не знал. Вот такие дела. Вот такие дела. Оказывается. Вот такие вот дела. Что ж, любопытно. Любопытно. Так что, кто сюда уже заходил, возвращайтесь. 150 монет на дороге не валяется. А вот такие дела. Было бы неплохо, если бы там бы опять эти 3000 монет. Они бы мне сейчас очень не помешали. Какого у меня сейчас? 895 монет. Маловато. Кстати, как вариант. Как вариант поставить. Поставить ещё одну кузницу. Кузнец, который будет заниматься сугубо изготовлением инструментов на продажу. Как вариант. Он будет, во-первых, себя прокачивать, а во-вторых, он будет приносить пользу в виде вещей, которых можно продать. Продолжение истории Алвина. Четвёртая часть. Всё-таки нужно продолжить квест. Сюжетную линию. Не забывать за неё. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас каменный топор. Пускай будет. Пригодится. А что и всё? Тут как-то слабенько. Каменный топор и всё. Где-то есть ещё один клад. Я его так и не нашёл. Хотя, собственно, я особо и не искал. Вот, кто знает, напишите, пожалуйста, где находится место с сундуком. Один клад на острове в начале игры. Где-то ещё есть второй. Напишите. Буду признателен. История Алвина. Сейчас идём. Искать Алвина этого. По-моему, там речь пойдёт про стрельбу из лука. Насколько я помню. Так, можем взять ещё одного. Ещё одного работника. Господи, ты... Ты чё такой? Прикольный, но... Сколько тебе лет-то? 25. А чё ты можешь? В принципе, да, тоже неплохо. Ну что, взять тебя? Давай я тебя возьму. Лысенький ты. Тебя сразу определить. Так. Замир. Замир. Замир будет жить в маленьком доме. И... Ну, рабочего места я тебе не найду. К сожалению. К сожалению, ты будешь у меня замещать. Пока посиди. Отдохни. Тебе маленький такой отпуск. Потом мы к тебе вернёмся. Когда кто-нибудь уйдёт в декрет. Потому что у нас... Мать. А мать у нас Юлька. Вот. Травник Фалиберта скоро уйдёт в декрет. Она сейчас беременная. Пока ещё продолжает работать. На своём рабочем месте, да, в домике травника. Но в ближайшее время, может быть даже к осени, это место будет свободно. Надо будет сюда поставить как раз таки вот... Замир. Пусть занимается травками. Как-то так. Чтоб не нарушать весь процесс. Так, друг мой, Алвин. Алвин, Алвин. Давай-ка сохранимся. Что же ты мне тут? Хочешь от меня? Ты сколько лет уже стоишь? Как продвигаются ваши тренировки? Здравствуйте. Здравствуйте. Бьюсь об заклад. Я могу победить вас прямо сейчас. Какие уверенности. Ладно, я принимаю пари. Сколько? Что сколько? Сто монет. Три выстрела. Тот, кто получит больше очков, победит. Принимайте вызов. Конечно, давайте начнём. На тебе сто монет. Смотрите, учитесь. Все четыре очка. Теперь ваша очередь. А, да. Так, подожди. А мне... А я хочу... А я хочу... А я хочу попробовать схитрить. То есть взять... Так, железный болт. Взять не лук, а взять арбалет. Прокатит, не прокатит. Так, мне нужно 64. Значит, мне нужно его перебить. А что не сказано, со скольки метров? Ну-ка. Ха! Так я могу с арбалета, а не с лука. Точность 85%. 14, а у него 64. Слушай, ну я, по-моему, сейчас попробую схитрить. Попробую схитрить. Ну-ка. Точность 100%. То есть, зачем маяться, если можно... А, всё, хватит, да? Вот и весь прикол. Кто будет проходить, можно вот так вот схитрить. То есть, берёшь лук, подходишь в упор. Даже берёшь арбалет, подходишь в упор. И всё работает. Так, и чё? Что? Здравствуйте. Что ж, не сработало. Так, как я запланировал. Если хотите, попробуйте ещё раз. Условия прежде. Я в деле. Дать 100 монет. Так, а давайте это и выясним. Посмотрим, получится ли у вас на этот раз лучше. Так, а получается, что нет. Стоп. Стоп, надо проверить, что там не. История Алвина. Значит, что нужно? Что нужно? А, я вижу, возвращаться. Короче, нужно будет счёт 64. Нет, ребят, нет, не получится. Нужно брать лук. Нужно брать лук и... Не работает это. Не работает. Я думал, всё прокатило, а тут, оказывается, нет. Ну, опять-таки, за метраж никто ничего не говорил. Ладно, пробуем ещё раз. Так, расстояние 13. Да, всё-таки... Всё-таки нужно 20. Так, а 20 у нас... Вот здесь где-то начинается. 20 метров. Вот где. Эти кусты заканчиваются. Ого! Так, у меня счёт 11, а у него 64. Ой-ой-ой. Вот руки трясутся. Значит, всё не так-то просто. А, стоп, 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 стоп. Всё-всё нормально, всё хорошо, да. У меня-то была, я сразу не глянул. История Аллы на 4, сейчас история на... А, история 6, сейчас история 7. История 7. Ну, сейчас попробуем перебить его, добить уже этот... Счёт 99. Я прошёл этот квест, я сразу не обратил внимания. Всё, идём дальше. Так, что ж не сработало, так как я планировал. Не пойму, кто говорит. Может быть позже. Так, поговорить с Алвеном. Да, этот квест пройден. Или не пройден. Не пройден. Нет, не пройден. Что-то я запутался уже. Я что-то запутался. История Алвена. Поговорит с Алвеном. Поговорит с Алвен. Счёт 0,64 кадров 3. То есть за 3 выстрела мне нужно перебить. Нет, всё-таки, всё-таки нет. Всё-таки возвращаемся. Странно, как-то непонятно. Уже пошла другая глава. 23 метра, точность 100. 23 метра, точность 100. Но я в любом случае его уже перебил. У меня лук сломался, кстати. У меня чё, лука нету больше? У меня лука нету больше. Так что, Алвен, извини. Я тебя перебил, и мой лук сломался. С тебя новый лук. О, кстати, вот сюда 100%. И все 2 зашли. Но лук у меня сломался. Беда. Так, всё, всё, прошли мы. Слышали ли вы что-нибудь интересное в последнее время? А! Мне надо ещё раз добить. Мне нужен лук. Мне нужен лук, да. 46,64. Я не добил. Я не добил. Так, а кто продаёт луки? Не идти же мне в деревню. Вот незадача. А! Если это работает, ну-ка давай попробуем арбалет. Чё нам лук? Изогнутый лук. Во, он у меня есть. Он у меня был. Вот, ё-моё. Железная стрела. У меня был лук, и я побежал. Что-то я сегодня какой-то несобранный. Надо собраться. Собраться, собраться. О, это другой лук какой-то. Изогнутый. Сейчас, Соловин, подожди, мы тебя. 46,64. Значит, надо мне ещё раз... Где этот кустик и заканчивается? Вот здесь вот, да? Мне нужно тебя ещё раз победить. Вот это я вот сюда вот стрелял. 89. Всё. Да, всё, закончил. Счёт 19. Точность. А они сказали, сколько. Всё. Как говорится, Аунин. Здравствуйте. Да, кто сейчас хозяин? Конечно, конечно. А теперь моя награда. Не задирайте нос. У вас намного больше опыта, чем у меня. У меня, да? Видите, я буду больше практиковаться и, наконец, сотру эту ухмылку с вашего лица. Мне подходит. Мы покажем себя в следующий раз. Всё, всё. С этой историей мы закончили. Значит, значит, получается, что? Получается, что можно не маяться с луком. Можно подойти в упор. Да? С арбалета вот прям соточку бахнуть. Получается так. Либо я что-то не понял. Ну, по крайней мере, я прошёл этот квест. И... И идём дальше. Так. Так, 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 так. Что у нас дальше по линии? История Алвина. Дождаться следующего сезона. Хорошо. Сюжетные квесты. Один остался. Главы. Угу. Всё, на следующем сезоне придём к Алвину. Он так и будет тут стоять, что ли? А, пусть стоит. Ну, попробуйте, кто будет играть, кто будет проходить именно эту сюжетную линию. Попробуйте вот как я. А потом напишите вместе, посмотрим. Действительно ли это так? Действительно ли можно просто подойти в упор? И в упор расстрелять эту мишень? Да, пугало не работают. Кстати, год прошёл. Год прошёл. А пугало не работают. Такие вот у нас пугало. Хочу попробовать ещё один момент. Когда-то у меня было видео в самом начале о том, что можно воровать полей, урожай. Надо будет попробовать. То есть, ночью пока все спят воровать пшеницу, перемалывать её у себя и продавать совсем другой деревне. Ну, то есть, это способ заработка. Надо попробовать. Как в этот раз, в смысле в этом обновлении, как это всё дело работает. Так, и, собственно, собственно, я что сюда шёл-то? Где-то здесь находится поле, которое нужно удалить. Которое мне мешается. А-а-а, Лена. Поправление. Да, вот это поле. И вот я тут рядышком почти что стою. Прямо на него иду. Нужно от него избавиться. Да, она мне мешается. Зачем она нужна? Буду путаться. Да, вот оно. Вот оно поле моё. Первое. Экспериментальное. Насколько я помню, здесь у меня был самый первый дом, самый первый склад. Пропало поле. Пропало поле. Ну, теперь ментально. Свекла, лук, капуста, морковь, пшеница, лён. Ну, ещё нужно будет овёс, рожь. Ну, то есть все культуры. Привести в порядок, посадить. Пока бегу домой, можно поискать бандитов. В последний раз, где-то примерно в этом районе, я попадал на лагерь, в котором было пять бандитов. И судя по одежде, вероятно, там был один главный, да, какой-то? Поскольку он был экипперон. Кожаные, полностью в кожаные доспехи. А остальные четверо были такие, полуголые. Есть лёгкие какие-то штаники у неё, там вообще какие-то обмотки. Неплохое местечко для начала. Для начала. Домик, склад. Где она находится? Ага, вот она там, даже его вид, да, что она ровненькая. А это кто? Кто-то из моих. Ходит. Ходит, бродит. Так, ну, в горах вряд ли будут. Сундуки. А может быть, что-нибудь и будет. А, нету. Так, ну, что-то я совсем высоко забрался. Интересно, сверху будет видно мою деревню? Моё село. А, ну, в той стороне совсем. Моё село. Ну, оно где-то там, но его не видно. К сожалению. Да, кстати, где-то здесь должна быть шахта. Я что-то подзабыл, где она. В принципе, рядышком. Поселение находится рядышком. Ну, до шахты мне ещё далеко. Можно, в принципе, построить ещё. Ещё один шалаш землекопов. Чтобы увеличить производство камня. И... И извести. Ну, опять-таки, ладно. Там он один безработный у меня есть, которого я только что нанял. В Гастове. Он будет замещать. Он будет замещать травника, который сейчас уйдёт. Декрет. Так, а что там за костёр? А, это мои что-то. То есть, альянцы. Так, один костёр я вижу. А... А вон там что такое? А что там? Чем-нибудь... А, нет, это этот. С факелом ходит. Всё нормально. Всё нормально. Так, тут уже спать все пошли. Тут уже все пошли спать. Ну, пойдём посмотрим, что у нас в полях творится. Как там работники? Справляется своими должностными обязанностями. Так, тут порядок. Всё подмели. После себя убрали. Угу, хорошо. Хорошо, хорошо. Здесь морковь. Морковь. Поля с морковью спахали. Капусту убрали. И посадили ещё. Хорошо, молодцы. А вот со свеклой беда. Лён, беда. Так, ну пшеница растёт. Пшеница растёт. И в чём беда? В чём проблема? Что им не хватает? Что не хватает у нас в полях? В амбаре. Так. Так, земледелец. И два работника амбара. Нет, нет материалов. Да, то есть на зерно пшеницы нет материалов. Естественно, потому что она не выросла. И на удобрение не хватает материалов, то бишь глины. Ну, можно помочь ускорить этот процесс. То есть из житницы взять продукты, которые вот-вот испортятся, и переложить в общий склад. Так, чтобы они быстрее превратились в гниль. И работник мог взять гниль и сделать удобрение. Так, что у нас по еде? По еде вода. Вода в порядке. Ведро с водой. Работает. Вишнёвое вино. Есть гриб-зонтик. Никто не ест. Забираем. Жареное мясо. 189. Нажарили. Желчный гриб тоже. Туда пойдёт. Желчный. Капусты 85, лук 139, лук 60. Так, вес. Морковь 196, 50%. Мясо. Розовая волнушка. Вот, свеклы 112. На переработку. Сморчки туда же. Сушёное мясо 50%. Чертополох. Цикорий. Подорожник. Ягода. 50%. Тоже туда. Тоже туда. Ну. Ну и как-то так. И всё это хозяйство переносим в склад. Переработается в гниль. И автоматом работник заберёт. Гриб-зонтик. Свекла. Ягода. Всё туда. Так. Огнили у нас тут нету больше нигде. Есть известняк. Деревянная тарелка. Деревянная тарелка делают хорошо. Деревянная чашка делают хорошо. Но, видимо, не справляется кухарка. Так, а что у нас с кухней? Что у нас с кухней творится? Жареное мясо. 10% похлёбка. Капуста, мясо. Деревянная чашка. Рагу. Так. А может быть сделать... Сделать по-другому. Капуста у нас много. Рагу, допустим, пока убрать. Чтобы она использовала тарелки более эффективно. Да. И на поклёвку... На похлёбку... Суп. Светла. Мясо. Тоже 30. Да, чтобы она увеличила производство. Что у нас ещё? Грибной суп. Овощной суп. Свекла, морковка, деревянство. В принципе, овощной суп надо бы и открыть. Надо бы открыть овощной суп. Все ингредиенты есть. Овощной суп. Так, каменная... Не то. Котел. Супы, 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 супы. А, на овощной суп мне не хватает. А чём мне не хватает? Мне не хватает уровня технологии, опять-таки. Тут грибной суп. Так, каши. Но опять-таки, для каши нужно рожь и овёс. Каша размазня. Рожь, ржаное зерно. Так, овсянка, яблоко. Овсянка, ягоды. Да, кстати, надо будет заняться, посадить деревья. Кладовые деревья. Саженцы у нас много. Так, мясо с подливой. Лук, жареное мясо, деревянная тарелка. Яйцо, деревянная чаша. Это что? Яичница болтунья. Яичница с грибами. Мягкий, нежирный творог. Что для него надо? Схема не разблокирована. Ведро простокваши. А где берётся простокваша? По всей варианности, это будет связано с коровой. Молоко корова. Кстати, да, интересная тема. Молоко корова. Так, где? Я уже в собственном селе заблудился. Что-то надо перекусить. Перекусить белладонной. Так, перекусить и попить. Жареное мясо 85-85. Забираем. Это у нас 100%. Пусть лежит. Капуста, лук. Свекла. Свеклы больше, чем капусты. Надо было на свеклу. Рецепты из свеклы больше взять. А потом, главное, не забыть. Жареное мясо. Чуток перекусить. Что у нас в итоге получается? Получается, что в квесте с турберезом можно просто не стоять сдалека, не целиться, а подойти в упор и выполнить задание. В упор к мишени все будет нормально. Вот как-то, как-то так. В следующем сезоне будем выполнять дальнейшие Комишечка,